Если Иисус говорит «да», почему вы говорите «нет»? Начало конца для нашей христианской веры – это когда мы начинаем сомневаться в Божьих обетованиях для нашей жизни. Давайте поговорим об одном из его обетований – победе. Что для вас значит победа? Сколько побед вы одержали во время своего хождения с Господом? Одна из самых больших побед, которую верующий может одержать в своей жизни – это сохранение правильного отношения и созристотности как в плохие, так и в хорошие времена. Сохранить в сердце чувство победы, когда все вокруг не имеет никакого смысла – это самое трудное и самое большое достижение. Сохраняя позитивную веру и веря в то, что сказал Иисус филиппийцам в 4 главе 13 стихе «все могу через укрепляющего меня Христа», мы отличаемся от других. Но, к сожалению, чаще всего это не так. Мы плачем, как плачут неверующие, мы сдаемся, как сдаются другие. Разница лишь в том, что мы возлагаем вину на дьявола. Вместо того, чтобы обвинить сатану в наших неудачах, пришло время взять на себя ответственность за наше негативное отношение, которое стало настоящим препятствием на пути нашего прогресса, и начать верить в то, что сказал Бог – «мы можем все». Потому что победа во Христе Иисусе не для тех, кто сдается, а для тех, кто претерпевает. Вера в Божье обетование зависит не от наших чувств, а от выбора направления и отношения. Сделайте правильный выбор, и вы увидите, как скоро вы будете жить в исполнении его обетований, потому что все они – «да» и «аминь». Молимся. Небесный Отец, очисти мой грязный разум, драгоценную кровь Иисуса. Сожги все негативные и противоположные мысли своим огнем. Господь, напомни мне об обетовании победы, когда я чувствую, что терплю поражение. Научи мне быть спокойным, как Ты был спокоен во времена испытаний. Наполни мое сердце надеждой и помоги мне прожить остаток жизни, меняя мир к лучшему. Во имя Твоего могущественного имени я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok